всем привет я валера сегодня решил сделать большой то есть длинный стол из настоящего массива дерева я давно хотел себе в мастерскую сделать столик вот я вам покажу как он примерно будет выглядеть длина досок 2 метра 50 сантиметров я нашел их у себя в загашнике на складе моем маленьком вот но пора воплощать мечты в реальность на данном этапе я положил досочки примерно сколько мне надо штук на стол ширина меня устраивает меня не устраивает вот вот видите какие они вот такие все зазубрины сучками такими в общем вот такими всякими штучками дрючками вот с такими вот огромными зазорами что пальцы проваливаются в общем то вы видите что это никуда не годится с этим надо что-то делать и мы будем с этим делать в итоге у нас должна получиться презентабельная конфетка очень красивая лакированная вот примерно как пол даже чуть лучше пол должно получиться там лежат мои картины надо их убрать чтобы не мешали так чего мы начнем первое с чего мы начнем это мы их склеим друг с другом видите они сейчас лежат так для этого нам понадобится нам понадобится нам понадобится нам понадобится клей пыла вот у меня в такой баночки открыть одной рукой мне не получится он засох суть такая брать пыла надо не жидкий а очень густой очень есть там видно в банке как он еле-еле перетекает очень густой пыла и и вот такие вот штучки которые я использую для изготовления рамы подрамников картин вот такие штучки вы увидите как я ими буду пользоваться очень нужные штуки в хозяйстве всем советую рекомендую в общем то ну что не будем откладывать долгий ящик и тянуть кота за хвост а начнем делать сейчас я поставлю камеру на штатив чтобы руки были свободны и приступим и так чтобы скрепить на доски я покажу на этих досках чтобы скрепить на доски мы ставим их на ребро берем клеем промазываем торцы вложим друг другу и зажимаем вот этими штуками это я показал на пальцах сейчас будем делать как оно в действительности ставим все доски на ребро соединяем друг другу они все кривые не презентабельного вида но наша задача сделать красивый стол берем наш клей пододвинем камеру поближе так окей чуть наклоним ее и начнем промазывать клеем пва берем густо кладем кладем жирно и так вот проходим все доски клея не жалеем все торцы промазаны теперь кладем опять токонужной стороной чистовой кое-где подтеки они нас не пугают даже сделаем переложим вот так косточку и просто их собираем примерно как хотим чтобы выглядел наш стол так так пусть будет так вот это очень кривая доска постараемся ее выровнять выровняем мы ее сейчас покажу как видите куча подтеков они нас не беспокоят выравниваем торцы нашего стола будущего выравниваем примерно все все на глаз потом будет чуть-чуть все подрезаться чтобы были очень ровные торцы теперь нам надо ухитриться вот этой вот штукой сделать невероятный фокус этот фокус делается очень легко когда два человека но когда один человек этот фокус делается немножко проблематично что ж ну попробуем закрепить наши досочки берем одну досочку ставим ее с краю такую же самую но видите она черновая она нам не подходит открываем наше чудо устройство и так снимаем нашу камеру со штатива и показываем сам процесс что у нас будет происходить мы взяли две боковушки за них сделали вот эти упорчики видите сейчас оно пока все кривовато кривовато косовато сейчас мы это сделаем один упор и точно так же второй упор видите здесь выступает сейчас мы это все подровняем и суть такая сейчас мы подровняем наши досочки видите как выступает вот эта досочка ее будем утопливать и вот эта штука она сейчас видите провисает мы будем крутить вот этот вот рычаг он будет опускаться и тянуть эту ленту на себя и будет сдавливать нашу конструкцию что нам и требуется сейчас подровняем быстро и зажмем поставим камеру подальше зажимчики видны окей по мере того как у нас выравниваются наши досочки мы их чуть-чуть поджимаем поджали чуть-чуть и равняем дальше причем равняем равномерно один конец и другой конец нашего будущего стола поджимаем начинаем потихонечку сжимать наши досочки хорошо поджимаем поджимаем очень хорошо поджимаем очень по максимуму по максимуму подожмем и подожмем вот тут я решил сделать дополнительное скрепление посередине стола у меня была такая вот скаталка первое что пришло в голову что попалось на глаза завязал узел обычную палку и кручу 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 вот зажимает она не хуже чем наши струбцины крутим 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 и зажалось видите даже здесь такие выемки образовались потому что сжимает оно не по-детски а очень качественно ну нам осталось сделать в самом конце упорчик то же самое какой-то шпагат нашелся и точно так же закрутиться затем мы будем ждать пока наш хороший клей ПВА высохнет как как только он высохнет на это уйдет пару часов лучше там лучше на сутки оставлять но я люблю все делать гораздо быстрее я оставлю на более меньшее время но дополнительно снизу стола я закреплю такими вот планочками поперечками такими еще раз крутанем о зажалось замечательно замечательно зажалось теперь наша задача выровнять все это дело так сказать финальное выравнивание снимаем со штатива посмотрим что у нас получилось значит вот наш будущий стол будет выглядеть вот так он будет длинным и широким вот у нас четыре зажимчика раз два три четыре на этот край я ставил больше зажимов отойду подальше покажу потому что основная рабочая зона у меня располагается именно там именно там мне надо максимальное скрепление посмотрим помните какие были зазоры сейчас они смотрите какие маленькие вот практически ничего не видно ну что ж подождем пока засохнет клей и продолжим делать наш классный стол итак друзья прошло часов пять-шесть клей уже взялся можно было бы подержать целые сутки но они как всегда не терпится поэтому развязываем все освобождаем все освобождается достаточно быстро и легко освобождаем эти штучки и смотрим что у нас получилось и смотрим что у нас получилось хорошо следующий этап у нас будет для надежности я скреплю в трех местах такими планочками саморезиками возьму это будет снизу с обратной стороны и тут посрединке и это дело пойдет на шлифовку я перевернул перевернул наш наш будущий ствол примерно отмеряем середину даже не середину а возьму чуть дальше мне просто так удобней сразу настраиваю под себя и проверяем саморезы чтоб не вышли за пределы этих двух досочек и вгоняем все вгоняется легко быстро быстро ну вот почти в трех перемычках все почти сделаны кроме последних вы видите последних нету дырок отверстий потому что если я сейчас сажу саморез то он просто растрескает вот эту штуку для этого берем тонкое сверло и сверлим отверстие мы усилили наш стол перемычками тремя в каждой перемычки в каждой досочке идет шурупчик здесь и вон там последнее нам остается перевернуть стол и начать его шлифовку и вон там и вон там и вон там вон там и и Продолжение следует... 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 Почему мы покрываем первый слой именно нитролаком, а не обычным лаком, паркетным, например. Все потому, что древесина сама по себе очень хорошо впитывает лак в свои поры. Он прям пропитывается. Я делал скамейку и покрыл сразу обычным лаком. Не нитро, а обычным альпиновским, тем, которым я буду в дальнейшем покрывать вот этот стол. Так вот, тот лак практически весь сразу же впитался, и его практически не видно даже, что древесина покрыта лаком. Он ушел внутрь структуры. Поэтому нитролак создает защитную пленочку, чтобы обычный лак через эту пленочку не уходил, не впитывался в древесину, а оставался, растекался по поверхности, как стекло. Именно как стекло нам сделать надо этот стол. Что ж, это готова поверхность. Она часик посохнет. Напоминаю, нитролак. НС-218. Час высыхает, и покрываем альпиновским. Итак, прошло полтора часа где-то примерно. Берем мелкозернистую наждачку. Берем поверхность плоскую. Наждачку оборачиваем. И получилась ровная поверхность. В результате становится очень гладенько. Именно это нам и надо на данном этапе. После этого покрываем вторым слоем уже глянцевого лака. Альпиновский я использую. Бесцветный. Он и пахнет не так мощно, как вот этот лак. После того, как мы прошкурили наждачкой, берем вот паркетный лак. Глянцевый паркетный лак Альпина. Все. Им покрываем слой. Он сохнет примерно часа четыре. Потом опять проходим наждачкой. Покрываем следующий слой. Так два-три слоя нам надо покрыть будет. Поехали. Матон именно дает эффект, как зеркало все равно получается. Блестит, отражается. Вот такой вот стольчик у нас. Столешница точнее получилась в нашей рабочей комнате. Где-то вот с такими специальными штучками. Я на самом деле хотел, чтобы вот эти зазорчики были больше. Но не где-то больше, где-то совсем маленькие. Поверхность у нас получилась зеркальная. Поверхность у нас получилась зеркала. 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 Поверхность у нас получилась зеркала.